Всем привет! Блокпост начинает работать! Рубрика Хобби-часть Доброго времени суток! Перед тем, как продолжить свой рассказ и показать вам очередные отряды в моей армии, я решил немножко остановиться на том, почему те или иные отряды вообще попадают, ну, что называется, в мой ростер. Итак, в прошлом ролике шла речь о лучниках. Так, что нам правило говорят о лучниках? Значит, это стоимость отряда 4 очка, означает, что таких отрядов в армии может быть максимум 3, при стандартном наборе войска на 24 очка. Модели в отряде 12, это хорошо, большой отряд живучий. Так, атака 7+, означает, что надо выбросить на 2 шестигранных кубиках 7 или больше, чтобы лучники могли пойти в атаку, ну, то есть ударить в рукопашную, хотя делать им, наверное, это не очень стоит. Чтобы лучники смогли передвинуться, надо выбросить 6 и более. Для стрельбы 6 и более, опять же, на 2 кубах, это достаточно просто. Напоминаю, что, если вы не читали правила, то сообщаю, что если приказ провален, то ход сразу же передаётся противнику. И не важно, сколько ваших отрядов ещё не ходили или не делали ничего. Так, храбрость 4+, означает, что надо на 2 кубах кинуть такую сумму, чтобы отряд не разбежался после некоторых событий. Ну, 4 на 2 кубах, это, на мой взгляд, совсем просто. Доспех 2 означает, что для того, чтобы убрать фигурку из отряда, надо нанести отряду 2 ранения. 2 ранения нанесли, фигурку убираем. Нанесли 3 ранения, фигурку 1 убираем, а 1 рана уходит, ну, просто снимается. Значение атаки 6+. Значение атаки 6+, это, значит, надо выбросить на 1 кубе, собственно говоря, чтобы убить врага в рукопашную. Понятно, что лезьте в рукопашную лучникам совсем ни к чему, потому что, ну, в шестёрку выбросить на шестигранном кубе – это дело такое. Значение защиты 5+. Это означает, что если на отряд лучников напали бойцы какие-нибудь в рукопашную, то, отмахиваясь от них имеющимся клинковым оружием, они должны выбросить 5 или 6, чтобы поразить врага. Ну, тоже, в общем, немного. Но в защите всё-таки лучше, чем в атаке. Значение стрельбы 18 дюймов, и, соответственно, на 5 с плюсом 5 плюс попадают. Тут всё понятно. Бросаем кубы по кубику, и, соответственно, бросили 5-6, попали. Так, максимум движения 6 дюймов. А в спецправил нет никаких. Вот, собственно говоря, такой вот отряд. Довольно живучий отряд, который может далеко пострелять. Ну, а в бою рукопашным, конечно, мало что стоит. Но считаю, что так оно и было в реальности. Решив поиграть по правилам сдыбленный лев, а это, в общем-то, правило на небольшие сражения на Средневековье, в качестве одной из сторон я выбрал, ну, соответственно, Средневековую Русь. Там 13 век, ледовое побоище, там монголы, все дела. В общем, хорошее было время, ну, в плане военной истории. Одно из типов отрядов по этим правилам – это пешие латники. Ну, по большому счёту, это пешие рыцари, по сути. Вот, значит, подбирая, ковыряясь, так сказать, в своих фигурках, я решил, что у рысичей это будут и максимально бронированные ребята, которые вполне себе могут быть, ну, рыцарями, боярами. Вот такие вот фигурки собрал, 4 штучки я нашёл, и решил, что это будут ребята у меня изображать пеших латников. Ну, им добавил музыканта, он тоже весь в доспехах. Вот, ну и был ещё знаменосец. Кто представляет звёздовский набор, те знают, что там был знаменосец с таким маленьким треугольным флажком. Флажок мне категорически не понравился, и я понял, что пора начать доставать запасы своей зелёнки и начинать долепливать флаги. Ну, вот, получилось у меня примерно вот так. Сейчас покажу. Вот такой вот боец слегка поизогнул знамя. Ну, видно, в принципе, да, что вот знамя было вот такой вот треугольной формы, вот такой маленькой совсем. Я вот долепил болотнище что-нибудь, на нём изображу, не знаю пока что. А боец вполне себе подходит под пеших латников. Весь в броне, весь такой молодец, в шлеме. Вот, а дальше пришла у меня мысль, что неплохо бы как-то весь отряд ну, сделать более-менее единообразным по внешнему виду. Так уж получается, что у гарниста и, соответственно, знаменосца имеются плащи. Я решил, что долеплю плащи и пешим латником, у которых этих плащей не было. Перед тем, как начать работать с зелёнкой, я сначала налепил основу из эпоксилина. Вот такие вот эпоксилиновые подкладки под щиты, под плащи сделал. Ну, это, скажем, некие намётки будущих складок на плащах. Плащи же должны быть в складках все. Вот. Эпоксилин чем хорош? Он засыхает, становится очень жёстким. И потом уже зелёнку можно будет тонким слоем наносить поверх и формировать некие складки, развивающиеся, плащ за спиной. Это позволит сделать бойцов достаточно красивыми. Ну, как мне кажется, как мне представляется. Точно так же я делаю и второй отряд. Ну, во втором отряде у меня там всего одна фигурка без плаща, поэтому будет проще. Вот такие вот получаются плащи. Они, в общем, пока в зелёнке выглядят не очень презентабельно, но в целом, когда всё загрунтуем, все эти фигурки будут неотличимы, по сути, друг от друга. И все они потом, после покраса, будут выглядеть достаточно органично и единообразно. Я, честно говоря, доволен. По-моему, неплохие получились плащи, складки такие удачные. В общем-то, особенно вот у этого мне понравится плащик. Прям хорошо. Ну, ладно, пора грандовать. Так, переходим к героям сегодняшнего ролика, к пешим латникам. Пешие латники, но это, в общем, по сути, рыцари, которые идут в бой пешком. Ну, как тяжёлая вооружённая элитная пехота. Так, что мы видим по правилам? Шесть очков означает, что таких отрядов может быть максимум два. Ну, просто потому что это очень сильные пацаны. Так, шесть моделей в отряде. Это единственный, наверное, недостаток этого отряда. Ну, с другой стороны, это хоть как-то компенсирует их мощь. Потому что, если делать 12 фигурок, то они просто катком проедут по полю, и их не остановишь ничем. Атака на 5+. То есть, начинаем атаковать, понятно, на двух кубах. Движение на 5+. Стрельбы у них никакой нет. Храбрость 3+. То есть, прогнать их с поля боя, ну, крайне сложно. На двух кубах надо выбросить один или, ну, выбросить два. Ну, согласитесь, это редко бывает. Доспех 4. Самый мощный доспех в игре. Если никакие модификаторы его не понизят, то это означает, что в рукопашной надо нанести 4 ранения, чтобы одну фигурку из отряда убрать. Вот. Значение их атаки 3+. То есть, они убивают врага в рукопашной на 3+. Это уже самый лучший показатель атаки. Естественно, их надо бросать в рукопашную. Это их стихия, это бой. Защита на 4+. То есть, их атаковать тоже довольно больно. Они могут отогрызнуться. Так, ну, стрельбы у них нет. Движение 6 дюймов, как у всей, в общем-то, пехоты. Спецправила свирепые. Свирепые. То есть, их нисколько не удерживает трудная местность. Они могут спокойно драться на полях, там, не знаю, в лесах, где угодно. И это никак не снижает их ни атаку, ни защиту. В общем, шикардосный отряд. Поэтому я их сделал своей армией 2. Обратите внимание, парни в зелёных плащах. Это как раз те самые латники пешие в самолепных плащах. Ну, видно, что лепил, конечно, я сам. Они не фирменные. Вот справа два фирменные плаща, видите, да? А слева четверо это вот мои тут полепыши. Ну, в принципе-то довольно органично выглядят, правильно? А вот справа отряд латников, ну, немножко из других фигурок. Здесь тоже есть пара бойцов с плащами слепленными. А даже один всего товарищ, он крайне правый, тоже плащи лепил. Остальные фирменные плащи. Я решил заморочиться на два отряда пеших латников. И чтобы было интереснее, я им каждому дал свой герб. Ну, типа такие пешие рыцари. Сейчас покажем поближе. Вот так вот получилось ярко. Ну, я не очень, конечно, умело рисую, что говорить. Но, честно говоря, я старался, чтобы у каждого была, ну, была своя картинка на щите. Хотя никто, никакую там геральдику средневековую русскую особо-то и не знает, собственно говоря, кто там, что там рисовали на щита и рисовали ли что-нибудь. Но я посчитал, что пеший латник должен иметь свой герб. Вот эти люди, значит, у меня все с такими, ну, с животными какими-то. А вот следующий отряд у меня будет такой весь прям крестовый. Условно, конечно. Вот такие вот вариации крестов всяких разных. Ну, с таким православным уклоном, что называется. Потому что противники-то у них будут нормальные крестоносцы. Вот здесь уж они будут с такими прямыми крестами. Ну, а эти ребята с такими вот всяко-разными фигурными. Опять же, мне очень нравится, честно говоря. Следующий отряд по правилам свиреп и лев – это пешие сержанты. Ну, в данном случае сержант – слово, понятно, универсальное. Для России это могут быть какие-то дружинники младшие. В общем, это некая бронированная пехота, профессиональная пехота, чаще всего вооруженная такими длинными копьями, которые умеют драться с троём, которые, ну, для этого как-то обучены. Вот. Естественно, что могут быть на вооружении и халибарды, и всякие прочие там гвизармы, и всякая-всякая штука там. Вот. Значит, что мы видим по их правилам? 12 моделей отряда – это хорошо. Отряд живучий. Очков для набора 4. То есть таких отрядов может быть 3. Ну, 2 отряда латников, 3 отряда сержантов – всё. Такая мощная рукопашная армия и в атаку. Так, значит, что у них есть? Атака на 6+, движение на 5+, это, мне кажется, вполне реально всё двигаться и атаковать. Довольно храбрые ребята. Потому что, ну, на 2 кубах 4 очка выкинуть достаточно просто. Так, вполне себе живучие пацаны. 3 ранения, чтобы фигурку убрать. Так, вот атака, конечно, худовато у них. То есть рукопашные, они, ну, понятно, они на 5-6 только убивают врага. Ну, а вот если их атакуют, обратите внимание, то есть они хороши именно в обороне. То есть их атаковать, если, то они отмахиваются так же, как пешие латники на 4+. То есть, видимо, предполагается, что сержанты в основном использовались для выстраивания таких стен щитов посреди поля, ну и отражения всяких атак. Стрельбы у них нет, максимум движения 6 дюймов. Спецправило у них есть – шилтрон. Шилтрон – это, ну, знаете, да, в Шотландии такое было построение, такая плотная фаланга из копейщиков, алибордистов. Вот, значит, для этого должно в отряде оставаться 6 или больше моделей. Вот, и при приказе на движение они формируют, ну, некую такую кучку воинов, вот, только на открытой местности. И дальше он добавляет, шилтрон добавляет доспех на 1 очко против атак. То есть доспех у них становится как у рыцарей, ну, то есть, типа, они с щитами прикрывают друг друга. Вот. Ну, и, соответственно, если их атакуют, то после окончания атаки атаковавший их враг должен отступить, если он не уничтожил отряд сержантов. Вот. Ну, правда, от стрельбы это не работает. От стрельбы это не работает. Но, опять же, всё сугубо исторически выверено. Именно так англичане и громили шотландские шилтроны луками издалека, а не в рукопашную. В рамках игровой реальности есть такая вещь, как отряд пеших сержантов. Я замахнулся и решил сделать два отряда. Вот первый отряд вот так. Выглядит он у меня оба отряда. Выглядит стандартно. Шесть человек стоят на колене, и шесть человек стоят, значит, сзади в полный рост, вытянув копья. Фигурки немножко, конечно, как сказать-то, отличаются. Ну, так. Чуть-чуть там в цветовой гамме. Но, в целом, я старался сделать всё-таки отряд на службе князя. То есть, ребята, имеющие некую, не униформу, конечно, но некий набор одинакового снаряжения. Соответственно, главным элементом единообразия будет герб на щитах. Вот это у меня по мысли, ну, некие там, не знаю, суздальцы условные. Хотя, конечно, без всякой привязки к реальным, к реальным, так сказать, к реалям средневековой Руси, там, от 10-го, 11-го, 12-го века. Второй отряд пеших сержантов. Такой красно-синей тональности. Ну, по сути, фигурки-то те же самые. Собственно, достаточно всё ярко, чётко видно. На столе, я думаю, будет очень всё неплохо различаться. Кстати, здесь для украшения подставок я использовал маленькие веточки модельного мха. По-моему, такой единственный у меня отряд на данный момент. Вот. А так, в принципе, всё, как всегда. Травка модельная, статикграсс, кусочки цветного поролона, камушки. В общем, здесь подставочки всё, как всегда и везде. Как все делают, скажем так. Ну, а фигурки всё те же самые. Опять же, та же идея. Я пытаюсь сделать, ну, некую не униформу, конечно. Ну, некоторые, некое разнообразие, единство в разнообразии такое, диалектическое. Не знаю, как у меня получилось. Но мне нравится.